Ну и даже, если предположить, что сама инициатива исходит из российской стороны, ну весь этот шум, скандал, который нужно с чего-то начинать, с голодовки, исходит с российской стороны, ну естественно с какой стороны, со стороны путиняшины, со стороны власти, путиноидной оккупанта, о том, чтобы звильныты и всех политзаключенных, или не всех, или большинство, такие сугестии подают российские журналисты, положительные, которые были на Майдане, вместе с украинцами, боролись против Януковича. Они такие сугестии предполагают. Но даже если и это предположить, что это инициатива путинской стороны, чтобы освободить под чемпионат мира, чтобы как бы еще больше обелиться, как в свое время он выпустил Ходорковского, а тут набрал политзаключенных украинских, специально через некоторый срок времени, до какого-то грандиозного события, которое является чемпионат мира по футболу. И под этот весь шумок он их выпускает, отбеливается, становится чуть ли не голодом мира. Да, в принципе, но мало этого Путину, он хочет, я так понял, вижу, что затягивается слишком, человек голодает, может до фатального состояния здоровья это привести. Олег Сенцов голодает. Что хочет путиноидная, путиняшая, хочет еще каких-то условий. То есть это жлобовство, вот этому нет предела. Не то, что там понятия каких-то нет, чисто нет предела. Беспредельное чморовство, жлобовство, воровство и тому подобное. Ну, в принципе, на фоне никаких властей он делает. Подбирает постоянно то, что плохо лежит. А то, что плохо лежит, это в этом виноваты власти Украины. Ну, ладно, значит, еще хочет что-то торгануть, получается, на этом освобождении политзаключенных. То есть 1 к 0 ему мало. 1 к 64 ему мало. То есть, что украинская сторона не арестовала, не сажала в тюрьмы его гребаных, паскудных в натуре пропагандистов, которые и заслуживают там сидеть на кичи. Не делала эта украинская сторона, ну, так как там правового государства, там демократическое. Европа бы это запретила бы делать, конечно бы. Но получается 1 к 0, 1 к 64. И еще эта путиняша торгуется. Вы представляете, до какой подлости. Эта путиняша, вот эта путятина, путиновская помойка, не Россия, не русские, которые там еще остались, которые живут в китайском Лебенсраум. Способна. Вот эта путиняшная помойка. Во всем должна быть равномерность, соразмерность и справедливость. Дядя, справедливость. В чем? Как бы, ну, во всем. Закон. То есть, если тебе поступать несправедливо, гоп-стоп применяет, похищает твоих граждан с Крыма, как Олега Сенцова. Потом заявляет, что они вообще не граждане Украины. Приписывают им гражданство путиняши и держат их в казематах, чтобы потом использовать их как монету. Но это хорошо еще как монету. Ну, 4 года, даже не 20 лет, а мне через 20 лет Ходорковского он выпустил. Это понятно. Как монету разменную для своих движняков политические, геополитические и тому подобное. То есть, а ты к нему не должен применять такую соразмерность и такую справедливость, как применяет этот дикарь, оккупант, путинская Россия. А почему? А потому, что ты или слаб, или демократически ты не можешь это применить к нему. Потому что ты ни в чем не будешь отличаться тогда от него. Как бы получается, что если ты пойдешь таким же путем, как и российский этот оккупант, похищать его граждан, мало того, повинных врагов и оккупантов, и его солдат Путина, только информационной войны, гибридной тоже. Просто с ними сделать, в принципе, то же, что и он сделал с Сенцовым и другими 64 патриота Украины. Которые абсолютно ни за что там томлятся в этих пюрягах путиновских. Так нельзя. Ну, потому что это не демократично. И та Европа. А что Европа? Европа это и Орбан, проститутка, дивка путинская. Это и другие, которые и вашим, и нашим, и ГАЗ, и то и все. И там Украина какая-то, какая-то справедливость. О чем вы говорите? Здрасте, вообще-то. Мы тут вековые, блин, королевские империи, блин, а тут какая-то Украина. И надо нам вести, типа, справедливо к этой Украине. Да, вы шо, рехнулись. Мы ж там империи все были, поперебывали. У нас колонии. А вы тут про какую-то Украину, которую мы должны вести сплоченно, там, дружно. А вы ж какие были? Российская оккупация, почему вы так? Ну, короче, шо попало, щена. Начинается в Европе и приструнивает это, ну, на Меркеле держали санкции. Теперь на Трампе, слава богу, эти санкции против России держатся. Но вот в чем вопросик. Ну и что вы говорите такое? Против этой логики существует абсолютно другая логика, которая тоже очень сильно логична и вполне вписывается в реалии, в демократические реалии. Не то, что там ответку на ответку, вполне логичные демократические реалии, в которых уже мировое все сообщество давно признало нормальное сообщество, там, не Зимбабве, еще чего-нибудь, какое-нибудь. Нормальное сообщество, что Крым анексирован, незаконно, все эти действия незаконны. Тогда, когда еще они колебались, думали, шо уж куда все-таки маятник схилянется силовой. Так вот, когда ВСУ на Донбассе начинает давать ответку на провокации боевиков, пророссийских террористов, начинает то ли наступать, то ли надоедает им, им нужно заходить или серые зоны, но просто наступать и освободить от бандитизма эти исконные, правовые, суверенные территории Украины, на которых не было не то, что там полноценного реперендума, референдума, просто был бандитский захват через фейковый, якобы, вообще нельзя назвать референдум, это чисто фейковая кидалова, гоп-стопническая, из всех известных примитивных кидальческих схем. А тут, поскольку это геополитика, они были применены, то это, ого-го, считается, что типа референдум, ну капец. То есть, ВСУ наступает, боевики-террористы Путина начинают бомбить, долбить именно по мирным, там, где дети, там, где школы, там, где населенные пункты, там, где больницы, и быстренько туда, быстренько, всякие НТВшные, всякие вот эти, Соловьевы, всякие-то гребаная хрень путятишная, в Норкино-Шморкино, вот эта гадость, человеческий облик гадости там заявляется, появляется и начинает гнать, что-то пролетело в СВСУ со стороны Украины, что это типа бомбят украинцы, и начинается что? Начинается облик жертв, кровь, детей показывают, убитых теми же самыми террористами, я не спорю, что со стороны Украины может что-то тоже и залететь, но, извините меня, я же слышен, не понаслышке, но слышен, как с этим строго в СВСУ, все там на счет, нельзя, солдаты мучаются, добробатов те, которые там находятся, чуть ли не морально вешаются, что нафиг никаких ответок нельзя делать, то есть, что получается, что вот такое кидалово происходит кровавейшее на территории Украины уже, то есть, тут враг, вот этот бандит, не то, что там захватывает кого-то, а просто там обмен политический, а просто конкретно тут делает политическое кидалово кровавое, постоянное, и украинцы не могут ответить, не могут освободить эти территории, чтобы до границ дойти, и чтобы оттуда уже Путин не мог, как бы официально нападая на Украину, а Украина пусть лучше бы тогда не смогла бы давать ответки, потому что эти ответки были бы по российской территории, бомбардировки российской территории, с российской территории, когда были бы уже выпущены с суверенной до 2014 года та территория, которая была у России, если оттуда ведется обстрел украинской территории, то это уже, извините, это, конечно, и свифты, и тому подобные санкции до полного капеца. А так получается, что мы тут друг друга валим, бомбим, валим, а они с этого делают только репортажи, какие мы плохие. Это вообще капец. То есть, представьте себе пресс-конференцию 16-го, 15-го, 17-го, 18-го, какого угодно года, там, где Путин на своей геополитической пресс-конференции со своими журночлюхами и другими и нормальными журналистами дает обширную пресс-конференцию и говорит, вы представляете, Украина, это не правовое государство, это такие-сякие, они действуют как бандиты, ну, как Путин действует, в принципе. Они держат в застенках своих фашистских, гулагах, бандеровских и тому подобное, держат наших суверенных, ну, еще каких-то там называют правозащитных журналистов, россиян. Они их там томлят в этих тюрьмах своих, инковидовских, бандеровских и тому подобное. А тут встает один из журналистов нормальных, естественно, не журночлюх и говорит, уважаемый там Вовочка Путин, вот скажите, а почему вы до сих пор вот этих журналистов, было же вам предложено чуть ли не каждый месяц украинская сторона говорит, давайте обменяем, давайте на Олега Сенцова обменяем, давайте на оставшихся политических заключенных, цивильных, которые вообще сидят ни за что, давайте их обменяем. А Путякишна говорит, ну, что он может это сказать, когда вся страна, вся Россия, весь мир говорит, по что ты, олух, томишь, томишь этих своих журношлюх? Почему ты их не выпускаешь через обмен на Сенцова? Ну, что ж с тобой не так, Вовочка? Ты шо, не доучился? Ты шо, не донес портфель Сакчаку? Что с тобой не так? Обменяешь же ж ты. По что ты томишь этих журношлюх своих? Ну, Вовочка говорит, 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 говорит. Или же тогда бы он уже давно бы это сделал, этот обмен, как он считает или как другие считают, равноценный, равнозначный и справедливый. Но этого не происходит, потому что украинская сторона играет всегда 1-0, 1-64 и тому подобное. Надеясь на добродетель, кто он это покажет, добродетель во всем мире, смотреть, как отбродитель у меня, ёшкиный бублик. И тогда по всему миру слынет, нерестится молва, что дурак ты, ёшкин Путин. Как тебе не стыдно? Ты ж сам дал бабки этим провокаторам войны, этим своим журношлюхам, чтобы они ехали в суверенное государство Киевской Руси, святой, в Украину и уничтожали её вот этим таким бандитским способом, как и ты, Лэбенс Раум, китайский. Что ты творишь с Россией? Что ты с ней творишь? Коррупционное быдло ты творишь с ней? Через столько задоволения, чтобы посидеть с Меркель и попугать её своими псами. Типа геополитик великий. Носил-носил портфель, а тут хопа, стал великим геополитиком. То есть он становится Вовочкой с анекдотов тогда, когда он не выпускал бы, не менял бы, не делал бы равнозначных обменов на политзаключённых украинских и не только украинских. То есть что делает антитеррор, антитеррористы в нормальной стране, когда нормальных граждан этой страны, и они обязаны это делать, это их работа охранять, захватывают заложников и удерживают там выкупы, шмуки и тому подобное просят. Антитеррористы начинают переговоры, начинают инсценировки также проводить с этим оккупантом, террористом, который захватил там детей и тому подобное. Любых захватил этих граждан этой страны. Ну, что делает, поделывает Порошенко? Он делает так же, как он делал это, как ему это нравилось. Делал это в команде Януковича. До этого ещё в команде кого-то. Он делал из украинцев подобие голубей. Вот когда ты едешь по дороге, идёшь по дороге, там, где голубей городских часто прикармливают, и когда уже чуть ли не ты на них наступаешь, они всё равно стоят, ну, хавают там, ходят. То есть, они доверчивы к тебе. Вот на велике едешь, буквально приходится в последний миг сворачивать. Ты думаешь, что они улетят. А они нифига не улетают. То есть, они могут быть раздавленными, раздавленными, но они до последнего верят, что человек, который их кормил только что, уйдёт от них и сбережёт. То есть, у них уже инстинкт самозаховавший, инстинкт самосохранения не срабатывает. Что и требовалось доказать, что произошло и с украинцами. Тогда, когда они на бандитов не среагировали. Среагировал антитеррор, а остальные помогали, наоборот, террористам, через какие-то свои вот эти больные, абсолютно идеологические, на представе, на основе чисто гордыни, что вот мы крутые, мы совки, мы всех имели, скоро тоже всех будем иметь, а вы укры, вы там бандеровцы, а мы святые, там типа советские, там гулакщики, там инководисты и тому подобное. Потому что победили. Вот они этой победой и так дальше и продолжали жить. Всё вышло по-иному. То есть, капец полный. На фейсбуке год или полгода назад Юрий Луценко пишет, Какой прекрасный фильм, какой крутой фильм про Черчилля. Но Черчилль же что говорил в этом же фильме, который Юра так полюбил. Говорил, что невозможно договариваться о чём-то с оккупантом, когда ты находишься в пасти этого оккупанта. О чём можно с ним договариваться? Или ты погибнешь достойно, но по тебе, по твоему трупу, как по торфу, придут другие патриоты и отвоюют своё, и ещё и больше возьмут. Или же ты станешь рабским челедником на коленках, как они это любят. Но только заявляют, что им нравится фильм «Черчилль». Но делают всё по-другому. Делают всё так, как они это любят. Рачки. Стоять, воровать. Только для того, чтобы обеспечить свою семью. А что, в Украине нет других семей, которые тоже себе хотят обеспечить, только не таким способом, воровским, естественно. Как они это любят. Которые заявляют до прихода власти, что они это не любят. Ну, и если хорошо подумать и разложить это всё по нормальным полкам, то у нас выходит что? Что почему так складывается с Россией? И с Россия, а не ей. Почему так постоянно выбирают долго Путина? Почему народ такой, что верит этому Путину? Да потому что эта совковая масса была, кшталт этой массы был выработан совком. Что они думали, что они власть, не имея этой власти. И мозг, так, психология, генетическая уже психология, урождающаяся постоянно россиян, не только в глубинках которые, так и срабатывает, что они чувствуют и знают, думают, что на них с ненавистью, убийственной, уничтожительной ненавистью сплотился весь мир, а тем более Украина и Грузия. И если они только сдадут СМИ, сдадут Россию, и будет капец, их уничтожат, их там поделят, все разделят, расщелядят, в ГУЛАГе все загонят, будут поневеряты ими, их будут и так поневеряют, а так будут еще и чужие, типа как свои челядники, там олигархи, относятся как к мусору, как биоматериалу человеческому, не как к людям, не как к достойным людям, ну и достойных это еще и нужно найти, хотя они есть, и очень-очень много. И они сплачиваются вокруг Путина, потому что они знают, что их уничтожат, и пусть лучше будет так, что они в дерьме, вот этом патологическом, олигархическом, но они через Путина могут как-то то, что Путин будет проделывать, там захватывать, уничтожать других, они в этом будут искать alteration, воплощение, сатисфакцию, вот этого преступного удовольствия от страдания других невинных народов, которых укажет пальцем Путин и скажет, что они винные, поэтому мы их покарали, все россияне покарали тех-тех, и россияне бегают в дерьме, в гамне, в полнейшем, в коррупции, в челяднике, но зато они так будут радоваться. И мы понимаем это, должны знать, с чем мы имеем дело, и с кем. И те, кто делает то же самое с украинцами, он не с соразмерной силой уничтожает эту Украину. Он просто толкает, сталкивает идеологией лбами. Сам рассказывает о Конституции, а сам ее не придерживается. Сам рассказывает о морали, а сам ее не придерживается. Сам рассказывает, что воровать не надо, а сам этого не придерживается. Он не придерживается ничего, его нахрен менять не нужно, но нет. Он договаривается с оккупантом, что если что, застревалово в ССУ получается, застревалово всех везде, воровство продолжается. Веселье, воровство, челобитное, раболепствие, Скакание на крови, торговля на крови. Все продолжается, давайте, потому что так выгодно. С этого они имеют прибуток. Намного больше, чем писал какой-то, блин, сраный социалист, атеист Карл Марс и всякие Шмидрики, Фридрики Эмбельсы. И они, каббалисты, челядники, власть теперешняя, зная об этом, ну, потому что они же учились не в тех школах среднеобразовательных, совков, в которых мы учились, двоечниками чистыми, а учились тому, что мы не взяли из совка. Это бабло осталось на тех книжках, в деревянных рублях и тому подобное. А они это все превращали в золото, в валюту и тому подобное. То-то они все это понимают, знают, но и делают так, чтобы это все продолжалось на лохах, на крови. И вина, прежде всего, теперешнего президента Порошенко в том, что Олег Сенцов ведет себя к гибели для того, чтобы не быть рабом, для того, чтобы сделать хоть какую-то попытку самостоятельно освободиться. А власти пофигу, потому что этой власти вообще априори все пофигу. Потому что эта власть сколько, 4 года войны, ничего не сделала для того, чтобы освободить мирных наших граждан Украины, патриотов, которые не продали эту Украину, так как продала эта власть, заведя в котлы, в коррупцию и тому подобные гадостные, паскудные челедни, который был при Януковиче. И большой еще вопрос под вопросом, нужно ли Путину это отбеливание с выпусканием украинских политзаключенных? Нужно ли это ему? Потому что он и так постоянно приходит к власти. И все довольны. Народ не может возмущаться, хотя это и не больше, а половина России здравомыслящая, самое главное. Не просто какая-то биомасса, ни на что никогда не влияющая, которую постоянно использует вражеский челедник, убийца той самой России. Ну а народу пофигу, потому что он ему, этому народу, неведомый. Не то, что там понятия какие-то, там политические, геополитические, там чье-то горе, чья-то беда, чье-то страдания. Это ему вообще наплевать. Потому что он думает, что так Путин сказал, значит, это так и есть справедливо. То есть, насколько нужно еще отбеливание, потому что он может свистнуть, приказал, тысячи, может миллионы сплотились и пошли на Украину. И что же делать при Порошенко-Скаласте? Да, снова договариваются, Минск 10, 15 и тому подобное. И снова то, все самое, только уже ближе к Киеву. Получается, что если Путин убедит свое сообщество российское, ну биомассу, в принципе, которая челедник, которая за него голосует, и сами того не понимая, что они творят, у них нет достоинства, потому что им насрать на свое достоинство, а другие страны, которые страдают от их недостоинства, им наплевать на это все. Поэтому Путин, если убедит этих россиян, хотя он ничего не может убеждать, он взял, позвонил, выпустили перед Олимпиадой, там замазали, подмазали, там чуть больше приехало на Олимпиаду, вернее, на футбол, на этот гребаный турнир международный, и как-то там все это более-менее сошлось на свои. Если он проведет с сообществом такую дискуссию, скажет, не, вы достойные граждане, вы должны тем-то и тем-то правами пользоваться, то есть он их перевоспитает на нормальных, да они его сметут на следующий же день. То есть власть их воспитает, сделает хорошими, и они же через свою хорошесть эту власть плохую и сметут. Нужно ли это власти? Нет. Снова замкнутый круг, то есть мы снова приходим к этому принципу, чтобы давить, нужно иметь равнозначную фигуру, чтобы давить. И не смотреть на другие там всякие происходящие в мире ситуации, которые могут только косвенно на что-то влиять, но не непосредственно. На кого внимание обращать? На мнение Орбана, проституток Путина. Да так можно вообще раком стоять вообще вечно. То есть выходит, получается, что как Путин приучил свое население, что да, захватывать, только так мы можем выжить в этом мире, потому что этот мир захватит нас и уничтожит. И Порошенковская власть, Челедник, приучил это население, даже часть его некогда патриотическую, превратил в такое, что нет, не надо воевать, ничего не надо делать, давайте стоять, давайте на уступки идти, давайте на переговоры, на которые Черчилль не шел, но который так фильм про Черчилля любит Юрия Луценко, давайте на переговоры, давайте отдавать, давайте раком, давайте, давайте, давайте Челед разводить, давайте коррупцию разводить, давайте так, чтобы нас завоевывали, давайте так, чтобы им хотелось, врагам наш завоевывать, чтобы они видели в нас только слабость, чтобы они чувствовали, как гонящиеся за какой-то там прошмандовкой, что ее можно только поиметь. Давайте так делать. Ведь он же так многого достиг. Вы же посмотрите, его дети учатся в Англии. Если мы будем так поступать и все делать, как он говорит, то и все наши дети тоже туда поедут учиться в Англию, ешкиный бублик. Субтитры сделал DimaTorzok